Добрый день! Сегодня мое видео будет на русском языке, потому что я бы очень хотел, чтобы это видео посмотрели и поняли наибольшее количество людей и в первую очередь диаспори. И в первую очередь в России, как, так сказать, самый большой диаспори, поэтому оно будет на русском. Я думаю, что мы прошли этап отрицания и депрессии, и события, которые произошли начиная с 27 сентября, привели к тому, что нам пора задуматься о будущем. С прошлым, ну, во всяком случае, для меня лично все понятно. Клика предателей, которая предала эту войну, войну мы не проиграли. Мы были преданы во время войны и армия, и, соответственно, нация. Она продолжает предавать и после войны. К сожалению, пассионариев нации осталось очень мало, и поэтому главный предатель до сих пор находится у власти. И, мало того, он делает вид, что будет проводить досрочные выборы. По моему мнению и по мнению некоторых более сведущих профессиональных аналитиков, это блеф номер три, как говорит глубоко уважаемый мной Владимир Материусян. Никаких выборов не будет. Он просто нивелировал и свел на нет протестное движение, плюс поменял внутреннюю повестку. С своей отставки поменял на досрочные выборы. Вот пока все, что произошло. С этой связи, ну, про оппозицию я даже говорить не буду, ну, уже, в общем, все слова сказаны. Во-первых, нам пора объединиться. Это правда. Я сам отрицал объединение, я объяснял, что мне с этим быдлом и чернью объединяться невозможно. Я продолжаю настаивать на этом. Но со всеми остальными мы должны объединиться. Вопрос, вокруг чего? Все говорят, нет национальной идеи. Я уже как-то один раз говорил, сегодня хочу более подробно представить мое видение национальной идеи, которая смогла бы объединить не только всех армян во всем мире, но и разные народы, которые живут в Армении. Эта идея называется государственность. Государственность Армении. На этом кулачке земли, который у нас остался, мы все должны иметь государство. Мы все, это не только армяне во всем мире, вне зависимости от того, где они живут и где они родились. Они бакийские, табилийские, московские, лос-анджелесовские, буэнос-айровсовские. Но это еще и езиды, курды, русские, евреи, греки, которые живут в этой стране. Мы часто забываем о них. И это несправедливо. Я уже не буду говорить об их роли в жизни этой страны, о езидских отрядах, сеявших страх и панику на поле боя. И какие они воины. Почему мы забываем о них? Да, мы одна из самых мононациональных стран в мире. Но с нами живут другие народы. И хорошо живут. В отличие от очень многих других стран. Поэтому, значит, идея, которая должна объединить всех. Вот все народы, живущие в Армении, и всех армян, которые живут вне Армении. А это более чем две трети наций. Это идея государственности. На этом клачке земли мы все должны иметь суверенное государство. Зачем это нужно? Не будет государства, не будет армянской нации. Это во-первых. По-моему, это не поддается обсуждению. Если кто-то сомневается, посмотрите на народы, которые потеряли свою государственность. Посмотрите на ассирийцев. Они жили здесь до того, как. Они молодцы. Сохранили свою... Да, я среди народов, живущих в Армении, забыл упомянуть ассирийцев. Я дико извиняюсь. Это тот народ, который 4 тысячи лет сохраняется, извиняюсь, там больше 6 тысяч лет хранит свою идентичность. И вот у них нет государства, а у нас есть. Значит, пункт номер один. Не будет государства Армения, не будет армянской нации. Диаспора не выживет без Армении. Это, по-моему, очевидно. Она ассимулируется, особенно в этом глобальном мире. И это произойдет вот так, на раз. Пункт второй. Не будет здесь государства армянского. Здесь будет великий туран. И я уверен, что ни одна из наций, живущих на территории Армении, имея в виду курдов, езидов, ассирийцев, русских и греков, не хотят, чтобы у них была участь, какая участь у их соплеменников в Турции, про курдские в Астане. Либо в Азербайджане. Там свои проблемы с талышами, лесгинами и так далее. Там свои бомбы. Соответственно, почему именно государственность должна стать национальной идеей? На первый взгляд, как будто, в общем, несоответствие. Национальной идеей, например, должна быть армянская нация. Нет. Не должна. Мы очень разные армяне. Что нас губит? Ереванские армяне абсолютно не похожи на бакинских армян. Ереванские и бакинские армяне категорически отличаются от табилийских. Ереванские и табилийские и бакинские армяне вообще не похожи на карабахских. Мы все вместе не похожи на российских армян. Мы все вместе не похожи на берутских армян, сирийских армян, французских армян, которые живут в Марселе. Я уже не говорю о Буэнос-Айресовских армянах. Это нас разделяет. Мы все разговариваем. Более 70% людей, которые считают себя армянами, не разговаривают на армянском языке. Не все армяне являются христианами. Например, есть несколько миллионов человек в Турции, которые мусульмане по вере, не знают армянского языка. И только последние 10-15-20 лет они начали себя идентифицировать с армянской нацией. Их часто еще называют криптоармянами. Это потрясающее явление. Я встречался с некоторыми из них. И что, они не армяне? Нет, армяне. Хорошо, вопрос, который я сам себе задал. Что же нас всех, таких разных, должно объединять? Государство. Нас должно объединять государство. Это наше самое слабое место. В последнее время мы об этом очень много говорили. Государство. Тот цемент, который всех объединит. Это именно та идея, которая объединит и армян всего мира, и те народы, которые не армяне, но которые живут среди нас. И пункт третий. Да, я реваншист. Да, я этого не скрываю. Так дело не кончится. И я считаю, что самым мощным ударом, самым сильным реваншем будет, если мы на этом кулачке земли в 27 тысяч квадратных километров, а я уже сомневаюсь, что еще столько осталось, эти продают каждый день. Мы создадим мощное, сильное государство. Вместо того, чтобы бегать по разным непонятным странам и просить, умолять, требовать, чтобы они признали геноцид, лучшая ответка к геноциду это создание сильного армянского государства. Сильное государство с сильной экономикой и сильной армией. Вот это будет месть. Это будет месть, просто от которого можно жить и восторгаться каждый день. Вот это месть. А не разные вылазки и интервью на разных языках, в средствах мировых массовых информаций. И не пасты Ким Кардашан. Я очень хочу, чтобы вы прислушались к моим словам. Я уверен, что я прав. Идея армянской государственности — это та идея, которая нас всех объединит. Почему я еще считаю, что я прав? Под этой идеей не подпишется тот мусор, который собирается на митингах этого. Им государственность не нужна. Поэтому они хотят открыть границы. Они хотят, чтобы здесь был турецкий протекторат. Поливать они хотели на армянское государство. Они хотят получить зарплату, жрать, извиняюсь, срать, в конце умеете. А, еще плодиться, да. Это все, что их интересует. Поэтому для них не шуши, а шуша и азербайджанский город. Поэтому гомикообразный чувак из Октемберяна говорит, что лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Значит, в концепции армянской государственности, вот если ее наложить на все сферы деятельности, все становится на свои места. В культуре. Если принимаем концепцию государственности, в культуре не будет тупых сериалов ни о чем, плохих спектаклей и дебильных песен. В концепции армянской государственности песня не может быть а-ля турецкой, вот эти 6-8. Не может быть вот этого, этих мелизмов и чуждой культуры. Этого не может быть. Культура должна будет помогать строить государственность. Это что такое государственность? Это воспитание поколений. Это проповедование человеческих ценностей. Кроме общечеловеческих ценностей, христианских ценностей. Поэтому не будет идиотских спектаклей, дегенеративных сериалов, снятых дегенератами ради дегенераторов. Не будет тупых книг. Так как государственный народ должен плодиться и размножаться, не будет проповеди гомосексуализма. Любая проповедь гомосексуальных браков приводит к понижению рождаемости. Я один из самых толерантных людей на планете Земля, поверьте. Я, в конце концов, 20 лет работаю в кино. Понимаете, да? Но я против пропаганды гомосексуализма, против возведения и узаконивания его. Пусть живут, что хотят, пусть делают, ради бога. Но это не может быть, сука, государственной политикой. Не может быть. В Армении, исходя из этой государственности, не может быть сиротских домов. Надо максимально облегчить усыновление детей. Перешли к демографии. Надо в первую очередь стимулировать рождаемость. И не бабками, и не деньгами. Все должно быть сделано для матери, которая должна родить и воспитать ребенка. Плюс, в этой стране не должно быть двух вещей. Это сиротские дома, и это дома престарелых. Это должно быть национальным государственным позором. Вот такая должна быть политика. Когда смотришь через государственность на экономику, ну, понятно, что экономика должна быть сильной. Ну, мы за все хорошее, против всего плохого. Понятно, что слабую экономику никто не хочет. Вопрос, для чего? Для того, чтобы была сильная армия. Не для того, чтобы население жрало, а чтобы население размножалось. Для этого нужна сильная экономика, потому что надо помогать этим родителям, этих детей воспитывать. И второе, должна быть сильная армия. Нету без сильной армии никакой государственности. Особенно в нашем геопозиционировании. Нас собираются уничтожить. Соответственно, наша экономика должна строиться по принципу военной экономики. Все. Все в дом. Образование и воспитание. Я уже неоднократно говорил, повторюсь еще раз. Значит, знания в чистом виде, их навалом в любом поисковике. Гугле, Яндексе, в любой соцсети. Вот все, что вас интересует. Забиваешь YouTube какой-нибудь, сидит хрен, показывает вам, как это сделать. А вот с воспитанием у нас беда. Очень большая беда. Поэтому поколения должны быть воспитаны на принципе государственности. Важна не твоя жалкая жизнь. Важно государство. Страшные вещи говорю. Очень важна жизнь гражданина твоей страны. Но важнее всего это государство. Не нация. Государство. Во-первых, потому что здесь живут еще другие нации. И во-вторых, государство нужно, чтобы твоя нация продолжалась. Потеря государственности ведет к потере нации, к потере твоих поколений. То, что мы сейчас наблюдаем на Яраблуле. Яраблу разросся, потому что мы потеряли государственность. Причинно-следственные связи мы неправильно ставим. Чем раньше мы примем эту идею, чем это поймем, тем лучше для нас. Значит, это на этой идее должно быть основано государство. Только так мы продолжимся. Только так мы продолжим то, что в течение тысячелетий наши предыдущие поколения нам передали. Могу еще продолжать по сферам деятельности. Значит, и в плане воспитания. Воспитывать надо людей также на общечеловеческих ценностях и на христианских ценностях. Они во многом совпадают. Но их надо воспитывать на ценностях. Не на индивидуализме, что очень важны твои желания. Важна человеческая желания. Значит, что ребенок сам должен выбирать свой пол. Нет, не должен. Это что за идиотизм? Я был бы очень рад, если бы наше государство впервые на весь мир заявило бы. Вы идиоты? Как может человек выбирать свой пол? Причем, значит, если, у меня же медицинское образование, значит, есть транссексуалы, истинные, ложные. Это болезнь такая. Это генетическое нарушение. И даже в этом случае не он выбрал свой транссексуализм. Дебилы! Он таким родился. Как можно выбирать пол? Итак, идея государственности. Вот это должна быть та ось, вокруг которого мы соберем армянское государство. Мы, во-первых, его должны собрать, во-вторых, укрепить, и потом, как и каждое государство, оно должно стремиться расширяться. Это, естественно, для любого сильного государства. Вместо того, чтобы сидеть в кафешках и ныть в социальных сетях про то, что гора Арарат не наша, но при этом в день по три раза кидать в фейсбуке фотки этой горы, надо сделать так, чтобы во время любой возможности эта гора вернулась бы в свое родное государство. Ведь гора называется Арарат. Гора называется Арарат. У нее армянское имя. Или Масис. Это тоже армянское имя. Так вот, нужно государство, которое вернет эту гору, а не бла-бла. Хорошо, это, предположим, идея хорошая, да, думаете вы. А делать-то что, родной? Я не оставляю свою надежду на то, что будущее не за политическими партиями, а за системными действиями пассионариев. Что это означает? Будущее за идеями. Я достаточно долго там смотрел, примерял, думал, что как. Вот сейчас мне кажется, что идея, которая могла бы, скорее не идея, а движение, да, уже реальное, которая могла бы прекрасно сочетаться с этой идеей, это движение Азатагру, освобождение. Насколько бы она не была сегодня маленькой и слабой, и там реально несколько человек, которые делают ошибки, которые, ну, просто вот, ребята. Но мне кажется, что если это движение развить, оно может быть очень и очень интересным. Объясню. Это не политическая партия, это не чей-то проект, это не... не что-то, что завтра придет к власти. Оно по определению не может прийти к власти, либо прийти давать на власть. Азатагру, освобождение, это идея. Это идея освобождения сначала от внутренних врагов, что сегодня очень актуально, потом от внешних врагов. Дорогая диаспора, для того, чтобы участвовать в укреплении, ну, в создании армянского государства, не надо открывать партии. Мне уже очень столько человек говорил, почему вы не хотите открыть партию, почему вы не хотите открыть НКО, почему вы не хотите основать движение. Зачем? Зачем? Объясните мне. Зачем еще одна пустая партия, тупое НКО, претендующее на чей-то грант, либо бессмысленное, в общем, еще что-то такое, которое там на листочке написано. Всегда важна идея. Вот эта идея, это движение освобождения, основанная на идее государственности, может работать автономно везде, неважно, где вы живете, в Пскове, в Табилиси, в Лос-Анджелесе, либо в Буэнос-Айресе. Объединитесь вокруг этой идеи. Не надо мне писать, не надо там связываться с ребятами, не надо входить, что-то подписывать и так далее. Возьмите идею. Идею освобождения, основанную на идее государственности. Армянское государство должно здесь быть, на этих землях, чтобы армянская нация и те народы, которые живут в Армении, продолжали жить и не были уничтожены завтра. Уничтожены как физически, так и исторически. Значит, исходя из этого, организуйтесь у себя в городе. Подумайте, чем вы можете быть полезны. Скажу, чем. Только не надо опять скидываться деньгами и покупать там детские вещи. Это понятно. Ну поймите вы, это хорошо, но это не помогает. Не помогает. Это только плодит паразитов, бомжей и дегенератов. Поймите это. Нужна другая помощь, более реальная. Вот смотрите. Я думаю, что этот не пойдет на выборы. Он попытается кинуть, закрыть страну и просто силовым методом, а у них голосок окреп, продолжить свое правление, которое кончится тем, что он откроет границы, у него же, это партия дегенератов, проголосуют, откроют границы и здесь будет Батуми. только на всей стране. Так как Армения изранена истекает кровью, нужны будете вы, нужно будет ваше присутствие здесь. Не спрашивайте меня как. Как хотите. Либо мы все-таки, ну не мы, оппозиция, заставит его пойти на эти досрочные выборы. Кстати, он этого категорически не хочет. У него есть шанс выиграть, это к сожалению. Но это ему дастся очень дорогой ценой. Очень дорогой ценой и не только деньгами. Деньги он получит от своих друзей Эрдогана с Алиевым. Но для него это риск. Если так будет, вы тоже нужны будете здесь. Нужна будет армия наблюдателей. Которая не позволит сфальсифицировать выборы. Нужны будете вы. Помогите построить государство. Те, кто здесь, мы тоже день и ночь работаем, мобилизуем силы. Вот что нужно, скажем, в ближайшие три месяца. В дальнейшем, дорогие мои, все ваши действия должны будут направлены быть не только на, говорю, сбор этих проклятых денег, чтобы купить три лишние там детские шубы. Но это тоже нужно. Окей, понятно. Только не посылайте в эти государственные фонды. Их там воруют. Конкретно, кого вы знаете здесь? Купите, пошлите. Конкретной семье, конкретным людям. Воскресные школы в вашем городе это хорошо. Этого недостаточно. Третье. Собираться, разучивать, кочарить тоже хорошо. Этого недостаточно. Вы должны помогать государству. Вы должны строить государство. Это знаете как? Можно не дожидаться, пока мы уберем предателей. Сделайте здесь бизнес. Не надо эти деньги давать на благотворительность. Не нужно памяти. Это деморализует. Организуйте бизнес так, чтобы не надо было ходить к этим скотам в государственные структуры. Не надо сюда приходить с какими-то вот такими талмудами, долго рассказывать, что у вас там инвестиция на 10 миллионов миллиардов, но вам нужна земля, вам нужно это, вам нужно то. Это не сработает, пока эти у власти. Конкретный бизнес, маленький, средний, для которого вам не нужно содействия этих морозин. Что можете сделать? Придумайте, продумайте вот эти деньги, которые вы просто тратите, сжигаете на разное баракло, вложите сюда, постройте бизнес. Во-первых, вы заработаете, во-вторых, государство заработает, в-третьих, вы создадите рабочие места. Это будет лучшее, что вы можете сделать. Это лучшее, что можно сделать уже сейчас, не дожидаясь вот этих политических вещей. Это укрепит государство не только сегодня, но и завтра, когда мы уберем эту шваль. возможно, я не все варианты продумал. У меня тоже это все свежо. Я сказал то, что мне кажется правильным. Если у вас есть там свои идеи, свои предложения, тоже не обязательно со мной связываться, не обязательно связываться с движением Азат-Агрюм. Возьмите вот это движение Азат-Агрюм как идею. Возьмите себе. сделайте это. Освободите страну своими действиями, но только страну освободите, государство. Укрепите ее, и она освободится. Еще под конец пару слов. Тут ходят разговоры, что эти возможно попытаются запретить шествие и так сказать поход 24 апреля к мемориалу геноцида. Ну потому что их хозяева от них потребовали чтобы эта волна требований признания геноцида 1915 года в Османской империи, чтобы это все стихло. не в кайфе, не хотят. Они хотят, чтобы мы забыли. Они открыли границы, мы забываем про геноцид, они здесь организовывают свои эти текстильные фабрики, дают мусору деньги и все, через несколько лет тут ничего не остается. А, еще русской базе говорят, все, до свидания. Значит, хочу предупредить, этого не будет. в этом году такое шествие будет 24 апреля, и я тоже позабочусь. Только попробуйте помешать. Это угроза? Да, это угроза. Вот 24 апреля это вам не митинг разгонять. И я хочу посмотреть на тех служителей полиции, которые ограничат движение к мемориалу. Хочу посмотреть в глаза этим армянам, полицейским, которые будут выполнять приказ этих турколюбов. Ну и под конец полусмешное. Сегодня вице-спикер парламента внес предложение чуть ли уголовное наказание ввести за оскорбление правящей партии. Типа чтобы вы не могли их называть партией рюкзаков. Ну хочу ответить знаете почему мы их называем кайлорастами, шагастами, партией рюкзаков. Ну потому что в публичном пространстве неудобно их называть партией гигантов и пидорастов. Слушают дети и женщины. спасибо.